С помощью кусочков разноцветной ткани, иголки и ниток можно создавать настоящие произведения искусства. Это своим творчеством доказывает художница из Санкт-Петербурга Татьяна Маркелова. Выставка ее необычных работ в технике «Лоскутная или текстильная пластика» открылась в Щелковском историко-краеведческом музее. Как каждая девочка, я очень люблю тряпочки, лоскутики, наряды, шарфики вязать. И как-то это все подтолкнуло меня к тому, что пришла в голову мысль, а не сложить ли картинку не из мазков, а из разноцветных тряпочек. Так, 31 год назад, во время, надо сказать, декретного отпуска, генетическая потребность к рукоделию совместилась с профессиональным образованием и призванием художника. Сегодня Татьяна преподает в художественной школе, а в свободное время воплощает свои творческие идеи. В ее искусстве объединились древние традиции русского лупка, лоскутного шитья, изготовления текстильной и церковной утвари. Из ярких пятен ткани на ее полотнах расцветают деревья, выходят невиданные звери и птицы, поют ангелы. Работы наполнены искренностью и радостью. Их хочется рассматривать и рассматривать поближе, удивляясь, как из абсолютно бытовых вещей под руками мастера возникает такая красота. Татьяна использует и старинные наследства бабушек, и современные ткани, тесемки, кружева, предметы, одежды. Кто-то выбросит, а для художницы это неоценимое богатство. Сбирает тряпочки по магазинам, блошинам рынкам, приносят друзья и знакомые. И каждую работу она читает, как историю своей жизни. Вообще я могу рассказать практически про каждую ткань, которую я использую в этой работе. Откуда она ко мне пришла? Вот эту тряпочку мне подарили в Обскове. Эту тряпочку мне давным-давным-давно подарила моя подруга. Эта тряпочка, это лен такого красивого, брусничного цвета, тоже мне подарила подруга. Вот эту тканечку, из которой я вырезаю цветы, я приобрела в нашем банальном секонд-хенде. Вот это моя юбка, которую я носила в глубокой молодости. Работа над крупным произведением занимает у Татьяны порядка двух месяцев. Маленькие рождаются быстрее. Каждый стежок выполнен исключительно вручную. И есть еще один секрет. Обычно произведение искусства на выставке нельзя трогать руками. Но Татьяна Маркелова разрешила нам это сделать. Как еще показать, что и спинка у ее работ тоже очень красивая? Необычна и тематика работ Татьяны Маркеловой. Она просит ни в коем случае не называть их иконами, даже если изображены святые. Просто интересные сюжеты, связанные с русской землей. В 90-е художница интересовалась язычеством, потом православными традициями. Первое впечатление, когда я зашла в зал и увидела эти работы. Вот если бы здесь не было отопления, этот зал обогревали эти полотна. Несколько лет назад активизировалась выставочная деятельность Татьяны Маркеловой. О ее творчестве узнали, стали приглашать на большие фестивали. Так персональная выставка художницы из Петербурга попала в Щелково. Благодаря контактам с мэтрами творческого цеха. Для меня Таня Маркелова была тоже открытием, когда это был фестиваль «Душа России». Я тоже замерла перед стендом, где висели ее работы. Прям вот отклик пошел в душе от этих работ. Мы так познакомились. Фирменный стиль открытия всех выставок в историко-краеведческом музее – переплетение видов искусства. В этот раз текстильную пластику очень точно оттенил виртуоз-балалайчник, лауреат международных конкурсов Дмитрий Ульянов. Выставка текстильной пластики Татьяны Маркеловой будет работать в музее до 29 апреля. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.